Товарищ полковник, покажите бумагу, которая указывает. Я не хочу с вами общаться, вы сильно умрили. Ну вот и все, почему мы должны общаться в вашем общении? Вы не говорите куда... Вперед, я говорю, вы не поедете. Вы сказали, куда не поедет никто. Машину вперед. Ни кто не поедет? Не поедет, сейчас приедет. Другие люди у вас нарушат. Давай. Основание чего? Основание чего? Давай, хорошо. Основание здесь. Какое основание? Мы не знали, куда мы летим. Мы не знали. Все, хорошо. Вы сами же наши законы. Мы ждем. У нас 뭘 не идет на вага. Спасибо. И ты без нас на самолет. У вас твои. Здiri combaterzziу в вашем магазине. С tied Abby VärisIEю. 2-го числа он сказал, мама, сейчас нас на самолет. И увозят в Ростов. Казали, с Ростов, и нас направят в нашу воинскую часть, в Абхазию. А потом звонит и говорит, что их с Ростова-на-Дону вертолетами переправили в Луганскую область, город Брянка. 15 числа он нам сообщил о том, что их отправили, что они находятся в подвале. Что их 20 человек закрыли в подвале. Находятся без еды, без света. Сказал, что бить их не бьют, не трогают, но с ними разговаривают. Проводят там политбеседы. Если их в Брянке уговаривали спокойно, предлагали там звание, зарплату хорошую, то здесь уже перешли на угрозы, статьи, что их посадят за дезертирство. Он говорит, я не могу выносить, уже, говорит, нас оскорбляют, унижают честь и достоинство ребят. Говорит, мам, я уже не могу так, говорит, общаться, как будто мы не знаем, кто. Говорит, там стояли, воевали 3,5 месяца. Обращение такое, что ужасное обращение, в общем. Ну, по сообщению мы поняли, что не он. А когда уже реально мы спросили, реальный вопрос задали про его любимого кота, как его зовут, просто у нас перестало выходить на связь вообще. Покажите бумагу, которая указывает. Я не хочу с вами общаться, вы сильно умрили. Ну, вот и все, почему мы должны подчеркаться вашим хозяином. Продолжение следует... Вы не говорите, куда нужно... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...